Hi guys, my name is Егор. Welcome to Puzzle English Channel. Друзья, совсем скоро наступит прекрасный праздник, и в этом видео я хочу рассказать вам, откуда он пришел, и несколько фактов про него. Будет очень интересно и познавательно. Устраивайтесь поудобнее, и let's go! Вообще существует огромное количество теорий, какой народ придумал отмечать этот праздник. Но по одной из самых популярных версий, празднование Нового года пошло от древних народов Месопотамии. Происходило это весной, в начале марта, когда разливались реки Тигр и Ефрат, что очень логично. Когда еще начинать жизнь с чистого листа, если не после леденящих морозов? Кстати, в английском языке есть устойчивое выражение Turn over and you leave. Дословно это звучит как открыть новую страницу. Но настоящий смысл фразы – начать с чистого листа, начать жить по-новому. Поэтому, если вы в очередной раз хотите сказать своему англоговорящему другу, что вы начинаете жить новой жизнью в следующем году, то можете смело говорить I'm going to turn over and you leave. Но откуда же взялось 1 января? Дело в том, что Гай Юлий Цезарь в 46-м году до нашей эры распорядился установить 1 января как первый день календарного года. Кстати, до нашей эры обозначается в английском как BC, что буквально расшифровывается как Before Christ, то есть до Христа. Since 2000 years before Christ. Также часто мы можем увидеть аббревиатуру AC, что означает то же самое, но на латыни – Antichristum. Но вернемся к Древнему Риму. В этот день, 1 января, вступали в должность римские новоизбранные консулы. Можно сказать, это был своего рода подарок для них. Ну, кто бы не был доволен такому подарку, как слон. Если вы хотите передать собеседнику свою радость в контексте «счастлив как слон», то именно выражение «to be happy as a clam» поможет вам это сделать. Never been married happy as a clam. С происхождением праздника все понятно. Почему он стал отмечать 1 января тоже? Но откуда взялся Дед Мороз или Санта-Клаус, как его называют в западной части земного шара? Didn't you see Santa Claus? Есть версия, что Деда Мороза первыми придумали гуны. Гуны – это кочевой народ из Центральной Азии, торклются когда-то в Европу. Но сейчас так можно деликатно назвать не очень образованных, грубоватых и не социализированных людей. Эти гуны имели бога Ерлу, который по преданиям в первый день года приходит на землю. В этот день необходимо было ставить елки в дома, ведь ель считалась священным деревом. Sacred Tree Получается, что по этой версии традиции существуют несколько тысяч лет, и принесли ее в Европу гунны – захватчики. Захватчики на английском – это Conquerors. You wanted Conquerors, not heroes. Как я уже говорил, мы никогда точно не узнаем, кто на самом деле принес эту традицию в мир и как она распространилась. Потому что существует множество версий, рассказ о которых займет не менее часа. Поэтому все это мы можем смело назвать легендами. Друзья, Чтобы это видео было не только познавательным, но и полезным, давайте соберем еще несколько новогодних идиом и фразеологизмов. Christmas came early Перевод фразы, как Рождество пришло рано. Вы можете так сказать, если произошло что-то хорошее лично для вас или для вашего собеседника. Вы, например, получили водительское удостоверение или повышение на работе. Тогда для вас Рождество наступило раньше. Дословно она переводится как Чего ты ждешь? Рождество? Эту фразу обычно произносят со злостью или негодованием. Дело в том, что она несет такой же смысл, как наше выражение Ждать, пока рак на горе свистит. Дословно выражение переводится как Отменить чье-то Рождество. Обычно эта фраза используют, чтобы пригрозить. Если кто-то что-то не сделает, то ему отменят Рождество. Русскоязычные ребята могли бы сказать Устроят веселую жизнь или покажут куськину мать. Но добрые англичане просто отменят праздник. Возможно и насовсем. Ведь некоторые словари переводят это выражение и как убить. И последняя на сегодня. Фраза Отмечать Новый год. Она пришла из тех времен, когда важные события, связанные с началом или окончанием чего-либо, отмечались звоном колоколов. Надеюсь, вам было не только интересно и познавательно, но вы что-то запомните или выпишите о себе для изучения лексики. Ну что ж, друзья, мне пора. А вы учите английский вместе с Puzzle English. Хватайте новогодние скидки. I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.